Фух, ёшкин кот, а жара-то какая невыносимая, 30 градусов, а за окном-то знаете сколько бывает, даже не 30 градусов, а по 50 может быть, когда солнце светит на термометр, бьем пеньки, всё и 50 градусов, ёшкин кот, да? А утром сегодня было, сегодня что у нас 16, 10, 6, агоста, ёшкин кот, испанёля, литл бит, сей, перкино, как бы ёшкин кот, утром, ё-моё, утром было знаете сколько, 32 градуса, это перебор, это такого вообще невозможно, у нас не должно было быть столько, но как бы всё меняется, ладно. Ой, ёшкин кот, подожди-ка, это сейчас у нас, подожди-ка, какое видео? Вопрос-ответ, рубрика «Вопрос-ответ», ёшкин кот, блин, прошёл месяц, получается, ответь, в общем, ладно, всё. Всем привет, уважаемые зрители, с вами Егор, и добро пожаловать на очередное видео, и как вы понимаете, да, очередное видео по рубрике «Вопрос-ответ», да, да, да. Сейчас у нас август, жаркий, как бы, период, жаркий месяц и жаркий вопрос-ответ, вот так вот получается. То есть был период, я вам написал, что вы можете задавать вопросы под определённым постом, прошло время, сколько-то дней, часов, секунд, доли секунд, мили-пули-пили-пили, мили-секунд, конечно же, странно срифмовал, но в общем, прошло, вы написали, и теперь я могу, конечно же, снимать, отвечать на данные вопросы, и скоро вы это видео увидите на канале. Точнее, вы уже смотрите, но вы ещё не смотрите, потому что видео ещё в запись, потому что я ещё нахожусь во вторнике, а вы уже будете, наверное, в четверге. В общем, да, не по-русски, в общем, неважно. Давайте будем отвечать на вопросы, потому что их имеется немало, времени в обрез, всё по расписанию, всё по графику работает, делается, конечно же. Так что начинаю отвечать на ваши вопросы, и приятного просмотра. Итак, начнём с подписчика Кул Мезозавр, так оно называется. Я вижу, ты написал достаточно вопросов, это похвально, это круто, конечно же, но на некоторые вопросы я, конечно, отвечал не раз, либо, честно, такие вопросы, что, как бы, я лучше их, может быть, отвечу в комментариях, либо, может быть, вообще не буду отвечать, потому что я либо отвечал, либо просто, ну, как бы, просики я, конечно, ожидал немножко иные, но зато я увидел очень даже один интересный у тебя вопрос, называется, и спрашивается вот так вот. Как ты относишься к тем людям, которые говорят, что Трансоммер из фильма уродливый? Ты говоришь, что негативно. Я даже не знаю, есть ли вообще такие люди, как бы, почему они уродливые, почему, как бы, если есть такие люди, почему они именно так размышляют, я не скажу, что они ужасно получились. То есть, действительно, Аренхайд у Майкла Бея по дизайну вышел прикольно. Да, тот же Бамбл Бея даже хорошо, и Джаст, например, да, если, например, из 10 иконов перечислить кого-нибудь, например, Бонн Крайшер, ну, прикольно. Да, может быть, там, какой-нибудь Браул Танк из первого фильма странно получился, может быть, и Фонон с какой-то стороны немножечко странно, но хотя, с другой стороны, раз он падший, древний, то подходит прикольно, хорошо. Да, возможно, Девастатор немножечко не такой, как мы привыкли выйти, но это у нас, как бы, видение Майкла Бея, поэтому вот такой Девастатор. Как бы, я честно не знаю, я не соглашусь, что там в фильме ужасные дизайны. Есть, конечно, странные трансформеры со странными дизайнами, но их немножечко и сильно тоже критиковать, может быть, не стоит. А так, все трансформеры там получились достаточно, ну, очень даже качественно, круто, интересно, реалистично, прикольно и, наверное, стоечко. Теперь давайте отвечать на другие вопросы от других подписчиков. Край номер спрашивает меня, а почему ты сделал сценки по трансформерам Майкла Бея? Наверное, хотелось бы еще спросить, а почему нету сценок, например, по фильму Бамблби? Я как бы отвечу так, что я буду делать все сценки и по Майкла Беевским фильмам, и по фильму Бамблби, и по самому новому, конечно же, который в будущем выйдет в следующем году. Я именно с него начал, потому что самый первый фильм снял кто? Правильно, Майкл Бея, конечно же, в 2007 году он вышел, то есть вот так, я думаю, будет правильно и хорошо, корректно отвечен. Теперь метр ВПТ спрашивает меня, сколько мне лет? Часто задаваемый вопрос, Бьенти Трес Аньос. Второй вопрос. Ждешь новый журнал с тачками? Конечно же, жду, но только чтобы этот журнал был не с повторной тачкой, вот это самое главное. Если журнал, когда вот выходит, появляется, я проверяю, смотрю, опять повторная тачка, ну ёшкин кот, ну сколько можно, ну в России вышло сколько новых тачек, в Европе сколько вышло новых тачек, а у нас в Литве, ну ёшкин кот, вы специально выпускаете повторные тачки, то есть как бы нам не нужно новых героев, то есть лично мне, ну тоже говорят, а зачем тебе новые тачки, бери одинаковые, снимаете и так далее. Нет, мне такое не годится, поэтому как бы пока что обзоров на новых журналов нету, но если будет новый журнал с новой тачкой, моментально покупаясь и Майкл, это прям 100% только чтобы такое было. Тачки или самолёты, где-то вроде бы отвечал, конечно же я выберу тачки, потому что как-то я с ними больше знаком, больше нравится, интересный, хотя самолёт тоже прикольная вещь, но как-то тачки близки. Мател тачки журнальные или же тачки из Лего? Или тут вопрос у нас по-другому стоит, это Мателовские тачки, журнальные тачки или Леговские тачки? Лего это конструктор, я сюда приравнивать не буду, потому что как бы это конструктор, это немножко другое, а если сравнивать Мателовские тачки или журналовские тачки, может быть и те и те на одном уровне, хотя это очень тоже грубо, жёстко сказано, просто если например у тебя не позволяет финанса, а Мателовские тачки действительно дорого стоят, то журнальные неплохой вариант. Да, если сравнить журнальные тачки, которые выходили давным-давно и которые вот сейчас, имеется отличие в пластмассе, в качестве и возможно тут можно сказать, что тогда Мателовские лучше, но которые тачки выходили очень давно, действительно те прям офигенные по качеству, прям пластмасса прям ну невероятно, она мощная, ты в руке её вот так вот и не сломаешь, а которые выходят например сейчас или там в какой-то период, ты можешь раз и сломать как Танос, например, какого-то там героя, супергерой и так далее. То есть с какой-то стороны и журнальные тачки хороши, а с какой-то стороны и Мателовские, тут уже каждый смотрит как ему лучше. Читас или Лейс, я выберу бутерброд. Дальше Елена Шокета спрашивает меня и наверное да, как всегда много вопросиков, это наверное очень даже хорошо. Почему тебе не нужна фигурка Тандеркаркеру по фильму Бамблби? Я всех трансформеров не собираю, не коллекционирую, я только покупаю и коллекционирую те, которые мне действительно нужны, интересны, значимы и так далее. Тех подряд я не могу покупать, потому что ещё и столько денег не имею, да и места, поэтому вот как-то отвечу так вот. Второй, правда ли, что в сценке, где автоботы на Кибертроне в фильме Бамблби должны были появиться Мираж, Сайдсвайп и Санстрикер. Я такой информации не слышал, не знаю, не видел, поэтому честно сказать ничего не могу, возможно такое было в планах, возможно, нет. Было в сценарии, не было, честно не знаю, поэтому сказать ничего не могу, потому что я такого не слышал. Что там постоянно где-то шевелится шебаршить, я не понимаю. Там на улице за окном дети шумят на той вот этой самой площадке, там что-то непонятно, шебаршить или это самое. Что здесь происходит, дайте мне снять видео. Спасибо. Третий вопрос. Ты смотрел Бакуганов? Я вроде бы не смотрел что-то, где-то, может быть, в интернете где-то когда-то видел, но имел парочку Бакуганов, то есть фигурки, эти игрушки, как бы пять штук. Вроде бы прикольно, необычная вещь, но не профанател так, что прям начал собирать, коллекционировать, поэтому побыли и вроде бы их потом в будущем продал. И получается четвертый вопрос относится к третьему. Если я смотрел, то смотрел ли я вообще все сезоны и вообще чем понравился данный материал? Не смотрел, поэтому как бы сказать понравился и чем, я не могу, потому что я как бы не видел, не знаю, что там, чего да как. Вот как-то так. Теперь Коля Емельянов спрашивает меня. Сначала не совсем понял, о чем именно вопрос. Я подумал, как бы, Blitzwing или War Thunder, я как-то в смысле чего, а потом как понял, ёшкин кот, World of Tanks Blitz, либо же War Thunder. Я как-то привык War Thunder играть, мне он как-то больше что-ли интересен, как-то что-ли интереснее воспринимается, как-то танки ты можешь и приблизить. А в World of Tanks ты как бы видишь этот танк, но он в маленьком масштабе, хотя может можно и увеличить, но не знаю, мне как-то больше нравится War Thunder. Как-то в него уже очень давно и долго играю, и вроде бы претензий и нету. Тем более, там можно и на самолетах полетать, и на кораблях поплавать, не знаю, в World of Tanks, наверное, есть такое, а если нету, то как-то War Thunder 3 в 1, что ли, лучше, что ли, может быть. Дальше, младший эльф спрашивает меня. Если есть младший, то значит есть и старший. Значит, надо ждать и старшего. В общем, не об этом. Первый вопрос. Как ты считаешь, Дредвинг мог бы перейти на сторону автоботов, если бы выжил? Ух ты ж, ну если действительно как-то он мог бы понять, как с ним десятиконы поступят, может быть и мог, хотя с другой стороны, а зачем он нужен на стороне автоботов, если это имеется в виду, а мультимулятор, трансформер и прайм, может быть, не совсем он там и нужен был бы, хотя с другой стороны, может, каким-то образом и пригодил себе. Потом, второй вопрос. Когда ты найдешь себе вторую половинку? Очень интересный, честный вопрос. Я уже на данный вопрос частенько отвечаю. Я вижу, вас очень сильно это интересует, волнует. Как бы, да, Бенти, Трис Аниус и как бы, где, где вот это самое, я честно не знаю, где-то вот там. Вы помните концовку, например, первого фильма, второго фильма, трансформеров, я имею в виду, Оптимус Прайм стоит в своей уверенной позе и смотрит на звезды и говорит свою речь об автоботах, что мы вас ждем. Как бы, ждем своих выживших, кто это самое. То же самое здесь надо смотреть на какую-то ту самую звезду, что там говорить, возможно, что-то рано или поздно где-то что-то явится, случится, получится и будет. Честно, я не знаю, если вас так сильно это действительно интересует, то если что-то, где-то, чего-то, да как-то, я вам сообщу, что имеется выполненная ачивка достижения, что вот это вот и есть, да. И третий вопрос, для чего тебе фигурки, если ты в них не играешь? Я их собираю, коллекционирую, то есть хобби. И, понятное дело, в BNT Trace Anius играть, это очень странный вообще ход, действие, то есть в 15 уже другие не играют, в 10 уже не играют, а в BNT Trace-то Йошкин Кот, и что это самое. Как бы мне это интересно, мне это нравится, это хобби, увлечение, такое как свободное время еще, если сюда можно это приписать, то есть увлечение, я думаю, это нормально, и многие такое делают, собирают, коллекционируют, покупают и вкладывают в это финансы. Лучше в это вкладывать, чем нежели в какие-то странные, например, вещи, допустим, в тот же алкоголь. То есть может быть от него круто, кайфово, но это на некоторое время. Если по чуть-чуть, может быть круто, но как другие вливают туда денег, в этот алкоголь, это, конечно, я не понимаю. То есть на праздник чуть-чуть, может и можно, хотя я и чуть-чуть даже не хочу, а другие, постоянные, многое, это, конечно, странно. То есть я лучше вложу денег в лего, в фигурки рестлеров, нежели во что-то вот такое подобное, что я сейчас вот только сказал. Виталя спрашивает меня, окей, первый вопрос, как тебе мой гештальт? То есть в него входит ультрамагнус, это тело, голова, кап, левая рука, клэффджампер, правая рука, сайт, своя правая нога, ред алерт, левая нога. А назвал я его Магнус Максимус. Что-то такое вроде имеется название где-то, либо это вот просто так похоже и звучит так, как будто где-то что-то и было. То есть ультрамагнус, кап, клэффджампер, сайтсвайп, ред алерт. Ну, наверное, команда необычная, то есть ультрамагнус это как бы лидер, кап и клэффджампер, ну, тоже как-то между собой вроде бы соотносят и сайтсвайп с ред алертом. Блин, наверное, гештальт такой прикольный. Дальше. Ростислав Иучейский спрашивает меня, ух ты ж, то есть неинтересная фамилия, с этой фамилией. Добрый день, Зоро, доброго. Какие у тебя отношения к твоим старым видео? Очень такие, наверное, странненькие, может быть, необычные, может быть, какие-то такие, что как бы боленые, стыдненько, но у всех такое было, так что как бы есть старые видео, есть это как альбом с фотографиями. Взял, посмотрел, вспомнил, там, не знаю, улыбнулся, как-то там, не знаю, посмеялся и так далее. То есть есть и есть, ничего такого, как бы можно будет что потом повспоминать. Теперь Китти, подписчик, спрашивает у меня несколько вопросов и начнём с самых первых, конечно же, потому что цифра 1, ну, с неё начинается всё, да? Ты знал о том, что в пятом фильме должен был появиться Клэфф Джампер? Я такой вроде бы информации не слышал, нигде не читал, не видел. То есть, если он там должен был быть, это круто. Но я такого как не видел, не знаю, может быть, это где-то информация и была. Только где такая информация могла просочиться, я, честно, не знаю. Дальше. Ты знал, что в третьей части должен был появиться Warpath? Наверное, такой информации я тоже не знал, не слышал. И, может быть, кто-то просто об этом говорил, мечтал, предполагал. Поэтому, я думаю, даже в такое верить и нельзя. Хотя, если есть наброски в интернете, возможно, значит, такое было в планах, но решили поменять, изменить. Может быть, действительно, такое и было. Когда выйдет мультик, по которому вышел новый Нокаут? То есть, ты имеешь в виду о серии Legacy. Если об этом, то может быть очень скоро, может быть не скоро. Может быть, данный мультик будет иначе называться. Честно, я не знаю. То есть, об этом пока не говорят, что предстоит новый, глобальный, офигенный, с несколькими сезонами мультсериал. Такое еще Ольга не говорили. Имеется вот с Earth Spark мультик, который будет в сентябре. И все. Про дальнейшие мультсериалы я, честно, ничегошеньки не знаю. Четвертый вопрос. Как считаешь, кто победит в битве? Дред Уинк против Ультра Магнуса. Я думаю, либо наравне, либо, может быть, и Дред Уинг с какой-то стороны. Потому что, правда, это мощный Дред Уинк. Хотя тут, наверное, у Ультра Магнуса больше приоритета. Опыт, способности какие-то, навыки, пушки, оружие. Так что, я думаю, Ультра Магнус с какой-то вероятностью, наверное, может победить Дред Уинка. И последний вопрос. Если тебе бы предложили снять со следующим фильмом «Трансформеры», сам Стивен Кейпл младший предложил бы, да, ты бы согласился. Я думаю, да, каким-нибудь героем бы побыл бы, озвучил бы кого-нибудь. Просто где-то в фильме походил бы, как какой-то второстепенный какой-нибудь герой. Я бы, конечно, согласился. Потому что, ну, ё-моё, «Трансформеры», я в фильме. Ё-моё, это ж круто. На весь мир это что-то невероятное. Удачливый Егор пишет и спрашивает, конечно же, у меня. Привет, привет. Играл в какие-нибудь игры, связанные с GTA? Например, Vice City, San Andreas, 3, 4, 5 часть и так далее. И так далее. А то есть, получается, есть ещё какие-то. Но я знаю, что GTA 6 уже в разработке, уже трезвонит, что она выйдет в 2024 году. Это круто, что GTA 6 будет, и она там вроде бы прям, ну, действительно, снукшивательной будет. То есть, это офигенно. Я знаю, что имеется GTA 1 и 2. Я, конечно, играл в San Andreas, я играл в 4 часть и в 5. Все понравились, все крутые. Жду 6, хочу купить, поиграть, потому что, правда, ну, GTA это что-то, что-то с чем-то. То есть, это, ну, крутая игра. То есть, вселенная, скажем так, да. Дальше. Виталя спрашивает у меня ещё вопросик. То есть, получается, я ответил на первый вопрос. Тут второй. Окей. Мегатрон такой глупый. Почему он убил Дредуинга, лучшего воина, вместо того, чтобы убить Старскрима? Ну, как бы, Старскрим всегда пригодится. Такой глупец, хитрец. Засранец, как бы, казалось бы, хочет избавиться от лидера, от Мегатрона. Как бы, а с другой стороны, Старскрим может сделать такие вещи, что Мегатрону будет выгодно. Так что, по этой причине, оставил его в живых и спас. А Дредуин, как бы, раз уж начал тут что-то такое творить в мультике, поэтому решил, как бы, его грохнуть. Потому что, как бы, ну, потом придётся разбираться с Дредуингом один на один. Раз он повернулся спиной, то тут вот так вот вышло. Очень подло, но вот так вот. Странно объяснен, ну, в общем. Третий вопрос. Почему все Десиптиконы, кроме Мегатрона, в душе добрые? Тот же Нокаут, он, видно, сразу же притворился злым Десиптиконом, а так он был всегда в душе, автоботом и за равноправие. Ну, наверное, из-за того, что Мегатрон это лидеры Десиптиконов, он должен подавать пример, что вы должны быть такими, как я. Как я, Мегатрон, агрессивный, злой, никакой пощады, милосердия. Милосердия, не надо там как-то сюсю-мой сюсю. Если не выполняет, уничтожить. Если не можешь, уничтожить. Если ещё что-то, там, не знаю, ударить и так далее. Как бы, а Нокаут, как бы, я не знаю, он добрый-недобрый был в душе, но он выбирал там, где сторона выигрывает. Если выиграет сторона Автоботов, он там. Если сторона Десиптиконов, он там. Поэтому, как бы, вот такой Нокаут, такой герой. Но сам герой, правда, очень прикольный. Дальше. Мамонтеф спрашивает меня. Можешь делать трансформеров из бумаги почаще? Я могу отправить тебе шаблоны ВКонтакте. Ух ты ж, то есть, разверточки иначе, как бы. Я, честно, не против делать трансформеров из бумаги, трансформирующихся трансформеров, которые превращаются, как тот же самый Бластер, которого я делал очень давно. Но, ну, просто честно, мне сейчас нету вообще времени на подделки, потому что я сейчас в данный момент работаю, снимаю и другие видео, и влог снимаю одновременно. Да, вы уже первую часть видели. Спасибо, что оценили. То есть, вторая в разработке снимается, делается. Третья тоже, как бы, постепенно будет сниматься. То есть, сейчас я вкладываю время в работу, вкладываю время в YouTube, в кое-какие еще другие вещи, в эту великую перестановку. И, как бы, на подделки у меня времени практически не хватает. Я не знаю, когда я вернусь к ним, но я постараюсь как можно быстрее. Но то, что подделки из бумаги я буду делать за 100%, будет реже, но, как говорится, редко, но метко. Когда вот этот момент опять настанет, я, честно, не знаю, но рано или поздно я буду делать. Так что нужно сколько-то подождать. Сколько, я, честно, не знаю. Мишка Фредди, скорее всего, а тут написано Мишк, наверное, А, было упущено, спрашивает, у меня 6 вопросов. Окей, какие языки ты знаешь? Я знаю, конечно же, кватрос, идиомос, только, конечно же, какие-то перфекто, какие-то масо-менус, какие-то, как бы, мал, ну и так далее. То есть, русский родной, литовский просто государственный, потому что живу в Литве, английский в целом среднее, и испаньоль, как бы, наверное, не велфасиль, то есть легкий уровень, как бы, не дефисиль, потому что если тяжелый, как бы, мощный, хороший уровень такой, то это, значит, свободно. Я могу говорить, конечно, в планах еще хочу выучить хинди, и, конечно же, японский, то есть, хапонес, если на испаньоль, когда будет время изучать другие языки, я не знаю, хотя еще нужно вспомнить испаньоль, а времени пока что не имеется. Где бы ты хотел жить? Я не знаю, как бы, в целом, наверное, мне устраивает здесь, хотя есть свои странности, может быть, хотел бы и в Испании побывать, и пожить там, может быть, может быть, и, не знаю, еще в какой-то части мира, но, наверное, хотелось бы там, где всегда тепло, просто тепло, не жарко, не холодно, а тепло, приятно, хорошая погода, были какие-то развлечения, куда-то сходить, там, провести хорошо время и так далее, то есть, вот в таком месте. Умеешь ли готовить? В целом, как бы, относительно, да, потому что я являюсь поваром, поэтому уметь должен. Конечно, я не приготовлю Мишленовский уровень, но что-то около того, по-домашнему что-то смогу. Будут ли обзоры на новые журналы тачки Трансформеры? На новые журналы тачки будут тогда, когда будут журналы с новыми тачками. Обзоры на журналы Трансформеры, я думаю, будет очень скоро, потому что должен выйти по логике скоро, но один, к сожалению, я упустил, поэтому, наверное, такой вопрос сейчас стоит, потому что в том журнале, который я упустил, там был, считайте, тот же самый Оптимус, только с некоторым маленьким отличием, и я такой посчитал, но мне он, честно, не нужен, поэтому придется отказаться. То есть вот так вот получается. К сожалению, один журнал я упустил, полной коллекции уже не будет, потому что одного выпуска не будет, но я думаю, что в следующем выпуске куплю, потому что там должна быть уже, ну, какая-то новинка и что-то интересное. В какие игры ты играешь? В различного рода, то есть шутер, сетевые, типа, как бы, приключенческие и так далее. То есть в различного рода, но чтоб было интересно. Есть ли у тебя братья или сестры? И пока что на этом все. Стоечку вопросов. Сестер не имею, а братьев родных не имею, есть как бы неродные. Вот так вот. Дальше. Суиндл. Два вопроса. Как ты решил создать свой канал? Просто как бы я уже на данный вопрос отвечал, но могу еще раз повторить. То есть чисто случайно увидел в Ютубе какие-то каналы, которые показывают свои коллекции, обзоры я такой посчитал, а я тоже могу такое сделать, снять. И в итоге я от этого отталкивался, смотрел, учился, как они это делают. И в итоге все. Я такой посчитал, нужно это снимать. И мне, я хочу это показать. В итоге вот так вот канал образовался, сделался, и в итоге сейчас я сам снимаю, и так творю. Фух, как жарко с меня под аж плещет. И второй вопрос. Какая твоя любимая игра? В целом-то различные, наверное, леговские игры, War Thunder, Spyro, Crash, Call of Duty, GTA. Вот, наверное, как-то так. Дальше. Саня Z спрашивает меня четыре вопросика. Точнее, даже три. Потому что первый это привет. Добро пожаловать. До какого класса ты учился? Я отучился все классы, которые только возможны. То есть 10 классов и потом еще 2 года. То есть 12 классов, а там потом на профессию. То есть 2 года. То есть 14 классов, грубо говоря. 14 классов, на самом деле 12, ни в коем случае не 14. То есть 14 лет я учился, и два из которых на профессию. Ух ты, у тебя ноутбук или компьютер? Конечно же компьютер. Были у тебя дни, когда ты прогуливал школу? Просто специально я, конечно же, не прогуливал. То есть взял такой, посчитал, сегодня не пойду, потому что его величество не хочет. Такого не было. По определенным причинам я не посещал школу, либо просто не посещал, потому что не нужно было, потому что выходные, праздничные дни или еще что-то такое. Но чтобы специально такого не было, потому что, а зачем? Дальше, конечно же, Праймус, Кибертрон, Автобот спрашивает очередной раз немало вопросов. Здравствуй, добро пожаловать, Праймус. Первый вопрос. Ты думаешь, каким может быть и будет ли фанатский фильм по Трансформерам? Я, конечно, не представляю, что данный фанатский фильм будет в кинотеатре, потому что это очень дорого. Это, скорее всего, будет в Ютубе. Может быть, будет смотрибельно, будет интересно, прикольно, но все равно не будет тот самый уровень, к которому мы привыкли, но мы будем рады тому, что там будут те герои, которые мы когда-то где-то видели, либо тех, которых мы хотели. То есть, наверное, круто будет, но, наверное, тоже как-то временами будет странно восприниматься, хотя кто его знает. Дальше. Играл ли ты или играешь в компьютерные игры, какие именно? Конечно же, я играю в игры, до сих пор играю в компьютерные игры различного рода, я уже в целом, наверное, перечислил, да, ну и в различные там гоночки, стрелочки и так далее. То есть, очень разнообразный ассортимент у меня. Играл ли ты в игры тачки Молния на Куин на диске и танки, корабли, самолеты, тундра, скачивал ли их? В какую-то игру из тачек я играл, правда, прикольно, хотелось бы, может быть, вновь поиграть, а в остальное, вроде бы, я не играл, либо что-то видел, слышал и все. Трудно ли делать видео и нет ли боязни выходить в прямой эфир? Делать видео, конечно же, трудно, это нелегко. Казалось бы, вот я сейчас с вами ля-ля, 3 рубля, вот это вот что? Цвет поставил, что-то сделал, на самом деле, так кажется, а канал начинаешь снимать, что-то говорить, это правда нелегко, а канал надо в день снимать по несколько видео, сразу проявляется вот эта вот усталость и сразу становится очевидно, что на самом деле не так-то все это и легко. Одно видео в день, в неделю, это, конечно, ерунда, когда каждый день надо снимать или в день по несколько видео, это на самом деле тяжело, а в эфир выходить как бы, ну, может быть, временами и страшно, Но, наверное, в последнее время не так страшно, как когда-то было, скорее всего Собирал ли или собираешь ягоды, грибы в лесу или в основном покупаешь их? Когда был поменьше, вроде бы мы куда-то ездили, по грибам, что-то делали Сейчас мы вроде бы такое не делаем, не собираем Если что-то нужно, покупаем Каких лучше иметь в своей коллекции трансформеров? Гештальтов, десептиконов, посоветуй, пожалуйста Я их, наверное, не перечислю, но, наверное, из серии Лего Семиносора точно стоит иметь Потому что, правда, получается интересный крутой результат Наверное, как-то так скажу Теперь Илья Жилин спрашивает меня И у нас постепенно вопросики, оказывается, заканчиваются Привет, добро пожаловать Что тебя натолкнуло сделать канал и вообще вести его? В целом, на данный вопрос я уже ответил и вроде бы отвечал не раз Так что ответ уже имеется несколько минут назад Какие еще рубрики хочешь сделать? Честно, я пока об этом сейчас не размышляю Потому что сейчас у меня есть кое-что в планах И это пока выполняю А о чем-то новом, грандиозном я пока что не думал Может быть, что-то само по себе проявится Только вот когда? Я, честно, не знаю Какого жанра фильмы или модфильмы нравятся? Наверное, комедии, боевики, что-то фантастическое Может быть, просто что-то приключенческое Мультики, страшилки не особо Что-то такое более-менее, если так Ну и, наверное, что-то около того То есть, детектива я точно, наверное, не скажу, не выделю Потому что как-то, ну, очень странно воспринимается Хотя, может быть, и есть прикольное Ну и юмористическое Вот что-то вот такое Дальше скажи свой топ-5 фильмов или мультфильмов То есть, вообще То есть, я не буду сейчас, наверное, говорить в последовательности Да, это на первом месте, это на четвертом Я просто скажу, что трансформеры Наверное, Звездные войны Наверное, Мстители Наверное, Тачки И, скорее всего Может быть, Пират Карифского моря Хотя, может быть, я еще много чего упустил Но раз у нас ограниченное количество Давайте, вот, пусть будет так Хотя, я бы, наверное, еще посидел бы Поразмышлял бы И сказал бы, наверное, немножко иначе Что тебя вдохновляет делать ролики? Ух ты ж! Мне просто нравится снимать Наверное, процесс сам этот нравится То есть, что-то вот поделать Скреативить и так далее То есть, вот, что-то вот Все-таки интересует Что-то в этом имеется такого интересного То есть, казалось бы Разговариваешь сам с собой С этим телефоном А, оказывается, не так-то все и получается Да, на самом деле все немножко иначе И, наверное, вот раз вот так выходит Что-то тут вот снимаешь Тут вот так вот ходишь Там еще что-то Там по улице И вот это вот нравится И в итоге я снимаю, снимаю, снимаю Опять же, объяснил по-своему По-ингварски Но, надеюсь, вы поняли О чем да как я К чему клоню И последний вопрос Максим Арасланов спрашивает меня Как ты считаешь Хороший ли для Уилджика Выбрали альт-мод в новом фильме Если это вообще Уилджик Может быть, с какой-то стороны Правда, этот альт-режим Очень даже годный Если действительно нам раскроют Причину, почему именно Такой альт-режим мы дали То, может быть, мы скажем Правда, во Молодцы, круто, оригинально Все сделали Если нам не объяснят То, может быть, мы будем сомневаться И говорить, что странно Честно, не знаю Нужно дождаться трейлера Какого-то еще мнения Каких-то комментариев Сливов Самого фильма И тогда мы сможем Сказать и сделать вывод Все Такие вопрос-ответы Думаю, вышло очень же круто Я сумел за 30 минут Ответить на все вопросы Это, конечно, замечательно Все Я буду заканчивать Потому что я много натороторил Тем более, еще до этого Снимал другое видео Будет сейчас вообще Спотевший, потный Жарко 30-50 градусов Надо отдыхать Прохлаждаться Потому что силы заканчиваются А их нужно поберечь Все Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на канал Нажмите обязательно на лайк Для поддержки Также на колокольчик Что мне победит Самое свежее видео И, конечно же, увидите В новых свежих видео И в такой рубрике Конечно же Вопрос-ответ так же Но В следующем месяце А именно в сентябре А сентябрь Там у нас Ух Очень даже волшебный Вы сами знаете Наверное, почему Примерно в тот промежуток Данная рубрика Наверное и выйдет Все Всем спасибо Всем удачи И всем пока Фух Вот это Ёшкин кот Я вспотел В баню ходить не надо Мне говорят Ходи в баню Ходи в баню У тебя это самое Ты на кухне поработай В 30 градусов Ты вот в жаре Побудь С тебя все шлаки Выйдут И будешь вот таким Солененьким Огурочком Все Я пошел Зачем это я сказал Не знаю Но в общем Да